Говорит Черкесск Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Сегодня вторник, 22 ноября. В студии с главными новостями Республики Руфина Ковалева. Официальная хроника. До конца текущего года в Карачаево-Черкесии откроются два крупных моста. Об этом сообщил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов на своей официальной странице в сети Instagram. Глава высоко оценил мостовое сооружение и подъезд к станице Красногорской, построенные в соответствии с самыми современными нормами дорожного строительства. Движение автотранспорта по мосту уже открыто. Завершаются работы по укреплению оползневых участков. Официально объект будет открыт в конце этого года. Глава региона также сообщил, что до конца года в Республике после капитального ремонта планируют создать в эксплуатацию мост через реку Малый Зеленчук на автодороге Черкесск-Исправная-Староживая в районе аула Псаучедахи. В парламенте Республики прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам сферы высшего образования, в частности низкий уровень среднего вступительного балла по ЕГЭ в Государственном университете им. Моралиева и СКГТА, несоответствие дохода преподавателей показателю определенному Миноборнауке России. Кроме того, речь шла о многочисленных коммерческих филиалах вузов, дающих образование невостребованное на рынке труда, вследствие чего их выпускники остаются безработными. 23 ноября в 10 часов в Карачаевском городском округе состоится прием граждан по личным вопросам с участием члена Совета Федерации Федерального Собрания России Ахмата Салпагарова. Личные приемы граждан во всех региональных общественных приемных проводятся в рамках 15-летия Всероссийской политической партии «Единая Россия». В троллейбусах и автобусах Черкеска установят автоматические речевые информаторы. Специальные устройства будут оповещать пассажиров общественного автотранспорта Черкеска о прибытии на остановку, определяя местонахождение автобусов и троллейбусов с помощью спутниковой системы навигации «ГЛОНАСС». Вы слушаете Радио России, Карачаева, Черкесия. По данным Роспотребнадзора, на пяти проверенных предприятиях розничной продажи табачной продукции были установлены нарушения. Продажа табачных изделий осуществлялась в непосредственной близости от учебных заведений. Составлено 47 протоколов об административном правонарушении за курение на рабочих местах и на детских площадках. Общая сумма наложенных штрафов за эти и другие нарушения законодательства об ограничении курения составила 127 тысяч рублей. Специалисты Роспотребнадзора с начала года провели контрольно-надзорные мероприятия в 16 внешкольных организациях. Составлено 10 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 16 тысяч рублей. Основными нарушениями явилось неудовлетворительное материально-техническое состояние, в частности, необходимость проведения ремонтных работ по замене полового покрытия, ремонта стены потолков, а также требования замены старой мебели. Вести из правоохранительных органов. Суд подтвердил обоснованность требований у Джигутинской межрайонной прокуратуры об обеспечении многодетной семьи земельным участком. В ходе проверки установлено, что администрация у Джигутинского района не предоставила бесплатно земельный участок многодетной семье Евдокимовых. Решением у Джигутинского районного суда исковое заявление прокурора удовлетворено. Администрация района безрезультатно попыталась обжаловать судебный акт в апелляционной инстанции и уже в ближайшее время, согласно решению суда, должна будет предоставить участок многодетной семье. Прокуратура Урубского района выявила нарушение законодательства о противодействии экстремизму. С целью массового распространения среди приверженцев религии свидетелей Иеговы и других граждан, жительница села Куржинова Урубского района Светлана Кардиака хранила материалы, внесенные в федеральный список экстремистских материалов. Прокурорам Урубского района возбуждено производство об административном правонарушении. В отдел МВД по Усть-Джигутинскому району обратилась незрячая 82-летняя жительница города Усть-Джигуты с заявлением о том, что неизвестный гражданин, воспользовавшись ее беспомощностью, дважды похитил из ее сумки деньги на общую сумму 20 тысяч рублей. Участковыми уполномоченными полиции установлен предполагаемый преступник. Им оказался 50-летний житель микрорайона Московского. Мужчина сознался в содеянном, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В дежурную часть МВД Черкеска поступило сообщение, что в приемное отделение республиканской больницы доставлен 34-летний житель Ставропольского края с травмой головы. Оперативникам мужчина рассказал, что поздно вечером во дворе средней школы номер 3 в Черкесске неизвестный молодой человек нанес ему телесные повреждения, похитил портманы с документами, деньгами и банковской картой. По горячим следам сотрудники уголовного розыска и вне ведомственной охраны установили предполагаемого преступника, 21-летнего, жителя Черкеска. Он был задержан и доставлен в отдел. Задержанный дал признательные показания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вы слушаете Радио России, Карачаева, Черкесия. Новости культуры и спорта. В республиканской государственной филармонии состоялось мероприятие, посвященное столетию со дня рождения народного артиста Карачаева-Черкесии Кабардино-Балкарии Амара Атарова. Всю свою жизнь Амар Магомедович посвятил искусству народного пения, был бессменным руководителем хора Кабардино-Балкарского радио. В памятном мероприятии приняли участие министр культуры Карачаева-Черкесии Рамазан Бароков, представители общественности нашей республики и Кабардино-Балкарии. Концертную программу подготовили группа Джугетей, ансамбль танца Эльбрус, театр песни Госфилармонии, детский ансамбль Карача и певец Мурат Токов. Сотрудники Государственной национальной библиотеки Карачаева-Черкесии подготовили уголок в фойе Госфилармонии, посвященный Амару Атарову. В Карачаевске состоялось торжественное открытие филиала благотворительного фонда «Территория милосердия». В церемонии приняли участие представители общественных организаций, студенты, жители города. Цель «Территория милосердия» – оказание социальной помощи малообеспеченных семьям, детям из неблагополучных семей, инвалидам, сиротам и многодетным семьям. В Черкесске прошло первенство города по волейболу среди учащихся колледжей. Соревнования проходили в спортивном зале многопрофильного технологического колледжа при поддержке Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике в мэрии Черкеска. В играх приняли участие семь команд девушек и восемь команд юношей. По итогам игр лучшими волейболистками стали девушки из команды среднепрофессионального колледжа СКГТА. На втором месте спортсменки Республиканского педагогического колледжа имени Умара Хабейкова. Третье место уверенно заняла команда колледжа индустрии питания, туризма и сервиса. Среди команд юношей лучшей стала команда технологического колледжа. В городе Терек в Кабрадино-Балкарии завершился открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе. Нашу республику представляли воспитанники спортшколы Олимпийского резерва имени Аслана Махова. По итогам соревнований серебряная медаль осталась за Иславом Шановым. Азамат Дышеков, Артур Марчануков и Таймурас Джабраилов стали бронзовыми призерами. Тренируют спортсменов Томас Бабухадия и Кашнауби Шаков. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению синоптиков сегодня по республике ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду, температура воздуха плюс 2, плюс 7, в горах минус 2, плюс 3. В Черкесске без осадков ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 4 градусов. На этом информационный выпуск подошел к концу. С главными новостями республики вас знакомила Руфина Ковалева. Далее наш эфир продолжит информационно-музыкальная программа «Республика». Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова